Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! В ютубе главного по здоровью, и несмотря на то, что канал по здоровью, но ведь есть еще здоровье духовное, оно поднимает и физическое, если новости хорошие, так вот, новости есть очень хорошие. В продолжении моего видео, кто еще не смотрел его, тоже посмотрите, потом ссылку оставлю, про очень важные, своевременные и жестокие, для кого-то, меры правительства. Посмотрите, как один замминистра общался, и о чем говорил он с представителями металлургических компаний по дальнейшей их работе. Такие же заседания прошли по всем видам продуктов и товаров. Но что произошло вчера? Вчера, 23 марта. Три уникальные, прекрасные новости, конечно, их было больше, но я вам скажу в начале о главном. Первое, это предложение депутатов Госдумы выйти, наконец-то, из ВТО, из этой экономической удавки нашей России. Вступать в ВТО было преступлением, но пора бы последствия этих преступлений ликвидировать, как, конечно, наказать и тех, кто сделал все, чтобы в эту удавку Россию втянуть. Нет сомнений, что из ВТО мы выйдем. Очень важным было бы выйти и из МВФ, Международного валютного фонда, и вырвать центральный банк из его лап. Но говоря о экономической и прочей независимости России, вчера был сделан наиважнейший шаг, и президент подписал указ о том, что мы начнем продавать газ, пока газ, как он сказал, а потом посмотрим, за рубли. Вы понимаете, что это означает? Полагаю, не все это понимают. Но эти действия явное доказательство перестройки государства на политику полной независимости от Запада. И, кстати, вслед за нами Саудовская Аравия заявила, что теперь нефть Китаю будет продавать за юани, а не за доллары. Если такая тенденция пойдет дальше, то что будет с долларом и евро? Тем более с учетом того, что американцы последние десятилетия жили в долг, и у них уже там, по-моему, около 30 триллионов долларов в государственный долг, предположить несложно. Сочувствую всем американофилам. Теперь же, дорогие друзья, будет дефицит рублей, потому как их нужно будет много-много, и скупать их будут очень много за доллар, а доллар будет дешеветь, а рубль будет расти, потому что рассчитываться за газ, нефть нужно будет именно в рублях. А то и ж гады заблокировали валюту на наших счетах за границей, частных и, главное, государственных, а мы вынуждены где-то закупать валюту, а ее, соответственно, дефицит, а еще граждане самой же страны нашей России поддерживают этот искусственно созданный дефицит, и скупают доллары и евро, в надежде сберечь накопление. Так вот, не поддерживайте проклятые доллары и евро, продавайте его. Для этого же правительству, уж если вы хотите и деньги есть у вас что-то скупить, чтобы не обесценилось, а бизнесом вы не занимаетесь, то скупайте тогда, например, золото. Для этого от маленькой громовочки, небольших сумм на самом деле, до любых размеров слитков, теперь многие банки имеют право продавать физлицам, причем без МДС. То есть вы теперь, граждане России, можете покупать и продавать золото, соответственно, без дополнительных налогов, и уж золото, по крайней мере, точно останется в цене, это не цветная бумага. А у кого есть возможности, дорогие товарищи, вкладывайте в российские отечественные производства, в землю, деньги, ну у кого они есть? Третья прекрасная новость. Убежал из страны чертов Чубайс. По собственному желанию, свои полномочия и все, какие у него были в последнее время, отложил и убежал. Напишите, кстати, по этому поводу что-нибудь. Но это очень показательный момент на самом деле. Кстати, уволили Дворковича. Это прекраснейшая новость, можно сказать, номер четыре. Кстати, напомню, что шахматная организация, которую возглавлял Дворкович, сняла Сергея Корякина, выдающегося шахматиста, соревнований, за что он был дисквалифицирован на полгода, за поддержку действий России по военной спецоперации на территории Украины. На чью мельницу лил Дворкович? Понятно, на вражескую. Кто он есть, конечно же, враг. Кто-то скажет, и мне многие уже писали, а вот Путин предложил опять кандидатуру на утверждение Набиулиной. Это очень плохо, конечно. Это с одной стороны. То есть, со стороны, ну, прямой как бы логики. Но, с другой стороны, я вам так скажу, что это сделано, конечно, не в противоречии со всем остальным, а кое-чего мы просто не знаем, скажем так. И это мера временная, и я уверяю вас, что она в скором времени будет скорректирована, эта мера. Скажем так, сейчас очень важно пятую колонну не пополнять теми людьми, кто может причинить большой урон внутри страны, либо за ее пределами нашей страны. Пятая прекрасная новость. На Невзорова, наконец-то, завели уголовное дело. Кстати, напишите под видео, почему он так люто, яро ненавидит Россию. Да-да, именно Россию, а не только там правительство, верхушку, народ, русский народ. Если вы напишите что-то вроде того, что он-то как раз Россию любит, но вот таким образом, так сказать, защищает от всякой нечисти и прочее, и попытаетесь его обелить, то говорить с вами, конечно, не о чем. Естественно, я забаню и даже отвечать не буду, потому что только невменяемые или подлые люди могут каким-то образом защищать этого мерзавца. Кстати, меры по защите экономики и граждан страны, предпринимателей, правительство, разумеется, продолжает. Скоро будет очень мощный большой пакет, выпущен определенных постановлений, но вот то, что было на днях сделано, отодвинули налоговые выплаты. Это вчера стало известно по прошлому году, то есть по выплатам отодвинули даты выплаты. Сейчас людям тяжело многим, и поэтому, так сказать, государство на это пошло. В Московской области можно, кстати, брать 10 гектар земли в аренду без уплаты на 3 года, то есть полностью от налогов освободили на 3 года. Кстати, такие меры вводятся и по другим регионам, но вот это надо посмотреть по каким, кстати. Ну, это важный показатель. Кстати, я об этом говорил, предлагал о некоторых мерах в конце ролика от 19-го числа. Ну, а для нацистской Европы скоро газ может стоить уже 4 тысячи долларов за кубометр. Кстати, мы вышли из соглашения по мирному договору с Японией. Что это означает? То, что разговоры по Курильским островам больше не будут вестись никогда с Японией. На этом либеральные заигрывания кончились. Кстати, по России 1 показали интересный сюжет как-то на днях про Китай. Китай у себя по телеканалам показал на карте, что такое есть мировое сообщество, про которое либералы и предатели сейчас орут, что, мол, весь мир отвернулся от России. Ну, конечно же, это подлая циничная ложь или идиотизм некоторых отдельно взятых людей, потому как вот просто китайцы взяли и убрали те страны с карты мира, которые не имеют никаких претензий к России. То есть кто же остался? Так вот никого и не осталось практически. Маленькие пятнышки. И простые граждане Китая, которых более полутора миллиардов, прекрасно понимают, почему Россия проводит данную военную спецоперацию, чтобы защитить свои жизненные интересы, чтобы убрать проклятая НАТО от границ с Россией. А то американцам можно, да причем не только где-то по соседству, ну, грубо говоря, с Мексикой что-то там делать, а по всей карте мира. Это что такое? Вы, сволочи, не орете? Вот кто против? Не орете, что им нельзя? Что же они делают? А то ишь развязали америкосы войну в Корее, во Вьетнаме, бомбили Югославию, ничего тогда, что уничтожили Ирак, Ливию. Им можно типа того, да? Вот кто так считает, тот просто нелюдь, подонок. Скажу таким, прекрасно по вам, если вы, конечно, не лютый просто враг и слуга Запада, так вот по вам очень хорошо просто сработала первая информационная мировая война, которая сейчас идет полным ходом. Да, сейчас очень важна мобилизация. Мобилизация во всех смыслах этого слова. А те, кто говорит и плачет, что стыдно быть русским, то есть вот те предатели, национал-предатели, правильно их так назвать, с рабским совершенно сознанием, они подхалимничают перед Западом в надежде на то, что им разрешат пользоваться их квартирами, финансами, капиталом, который они скопили на Западе. Вот и все. Ну, разумеется, помимо просто идейных подонков. Еще очень хорошая новость. Индия начинает торговать с нами за рубли. И не забудьте посмотреть, кто еще этого не видел, разговор замминистра с металлургами. В правительстве обсуждаются законопроекты о национализации природных ресурсов и главных отраслей промышленности. А то и ж бумага, обычная, вот А4 формата, за пачку стоила оптом 150-180 рублей, в розницу 250-280 рублей. А буквально вчера уже мой сотрудник покупал последнюю где-то там в магазинах по 700, а в интернет-магазинах уже цена 1300-1500 рублей. Что это такое? Это реальные события, при том, что заводы у нас существуют. Я сам думал, что у финнов закупаем. Нет, финны закупают у нас бумагу, которая производится на предприятиях на территории нашей страны. Это что такое? Это саботаж, это вредительство, это чистые воды спекуляции, за это надо карать жестко. Я надеюсь, в ближайшее время мы увидим такие меры, такие санкции. Считайте, 8 раз цену подняли просто так, на ровном месте. Ну ладно, ингредиенты для отбеливания какие-то шли из-за границы. Ну значит, допустим, на 10% выросла общая себестоимость, ну на 20, хорошо, ну точно не больше. Ну хорошо, если бы бумагу к нам вообще завозили бы из-за границы, то из-за роста курса доллара, ну скажем, она бы на 30% должна была стать выше. Ну пусть на 40%. Но не на 400 же и 800% это что такое? Это абсолютное вредительство, 100%. Кто-то скажет, вот на сахар, 70 заводов сахарных в России. Правительство обратилось даже к людям, сказали по разным каналам, что не волнуйтесь, и сырья навалом, и сахарная свекла не перевелась, и запасаться не надо никаким сахаром, поддаваться паническим настроениям. Еще одна очень хорошая новость. Наконец-то начинают делать отечественные самолеты, возобновлять самолетную, гражданскую промышленность. Самолетостроение. И лыту, и другие самолеты. Ну а компании, многие, которые с высоко поднятой головой ушли из России, начинают массово приходить. Я это прогнозировал, кстати, в прошлых своих видео, говорил, например, из тех стран начинают опять приходить, которым и так очень тяжко, например, из Испании. Ну и не только они, японские компании тоже начинают возвращаться. А все остальные, немецкие и так далее, говорят своему правительству, что же вы, сволочи, делаете? Убиваете наш бизнес. Наконец-то наша страна начала применять адекватные ответные меры, а не утираться, как это делало, 30 лет подряд. Ну а на этом, пожалуй, на сегодня все. Жду ваши комментарии. Пишите свои идеи и рассуждения.